Баян, ты когда-нибудь обращалась к нумерологу? Да, Динара, я обращалась к нумерологу лет пять назад, к Кларе Кудзимбарне. И что она тебе сказала? Ну, я смутно помню, что она не сказала. Я помню только то, что мне, наверное, нужно было запомнить. Это три девятки, это знак победителя, а у меня целых три. И то, что у меня есть семерка, это женское счастье. Ты запомнила главные. Да, главные цифры. Сегодня у тебя будет возможность обновить информацию, потому что у нас в гостях сын Клары Куздимбаевой, Руслан Куздимбаев. И он тоже нумеролог. И он тоже нумеролог. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio. С вами вновь Баяна Сентаева, Динара Саджан. И наш сегодняшний гость Руслан Куздимбаев, нумеролог. Руслан, добрый вечер. Руслан, неспешно идёшь там. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. С калькулятором, да, пришел к нам в гости? Приятно с вами познакомиться. Очень приятно. Номерологи всегда ходят с калькуляторами. Проходите, присаживайтесь. Руслан, скажите, девятки и правда – это цифры победителя? Да, можно сказать, цифры победителя – это аналитические способности. Для человека очень важный знак. Как правило, бывает в зависимости от количества девяток ученая степень человека. То есть она обладатель доминации, у нее девяток в жизненной программе. То есть получается, дата рождения человека – это по сути… Определяет судьбу. Определяет судьбу, да? Да, в жизни можно поменять все практически. Имя, фамилию, место жительства, переехать в другую страну. Не знаю, сейчас семью можно поменять, например, ситуация бывает. Пол – наше время можно поменять. Но дату рождения, в которую дату человек, ты родился, это уже как константа. То есть… То, что изменить невозможно. Да, то есть закодируем. Какие-то определенные болезни есть, у тебя уже склонности, сильные, слабые стороны. То есть чему ты привержен, чего ты больше добьешься, какое у тебя будущее, какие именно… что тебя ждет. Время рождения важно для нумерологии? Ну, в принципе, да. Если смотреть с этой точки зрения, если смотреть более глубоко, то время тоже необходимо. Я знаю, вы делаете такие космограммы, да? То есть вы можете расписать на год полностью календарь. Когда удачные дни, когда неудачные, да? Где стоит что-то начинать, где стоит что-то закончить. Когда лучше уйти, скажем, в затишье, а когда подниматься, да? То есть вы создаете такие, скажем, план действий на год. Да, то есть бывают ритмы Луны и Солнца, это именно касается года человека, да? А если смотреть более глубоко, прогноз на каждый день, то есть есть три ритма – физический, эмоциональный, интеллектуальный, которые отвечают именно… интеллект отвечает за работу полностью. Когда интеллект на спаде, например, человек может ошибочные решения в этот период принимать. Либо когда эмоции и физика наверху, а интеллект внизу – это вот именно период обмана, период, когда нужно позаботиться о своем здоровье, неблагоприятные дни бывают, конфликтные ситуации. То есть если не конфликтные ситуации, человек, например, в этот период я рекомендую своим клиентам, то есть я не пойду к тем родственникам, которые будут меня провоцировать на ругань, да? Или с ситуацией, например, в автобусе человек, или не буду меньше лезть до мужа, или до жены, наоборот. Руслан, это в принципе, знаете, такая конкуренция Всевышнему Богу, да? То есть говорят, что Бог и предполагает, и располагает. А вы сейчас заявляете о том, что нумерология – это такая наука, которая предполагает и располагает. Нет, ну почему? Конечно, да, ну все зависит от Всевышнего, но все равно, когда сложный период у человека, можно это как-то скорректировать, можно избежать какие-то несчастные случаи. Вот, например, если у человека ритм бешеный, и он все время в работе, можно планировать по космограмме такие периоды, именно когда летать, когда в самолет нежелательно садиться, да? А что, самолет упадет, если нежелательно на период сядешь? Когда за рулем, ну бывают такие моменты, когда может человек в аварию, например, попасть. Даже в автокатастрофу, например, какие-то несчастные. Особенно если несколько человек с плохими днями соберутся в одном самолете. Ага, не очень хорошо. То есть вы, допустим, возьмем упавший самолет, и вы разбирали их даты рождения, и вообще что, это было совпадение по нумерологии? Ну, скорее всего, вы как нумеролог это исследуете, такие происшествия. Вот упал самолет, 300 человек, и что все 300 человек родились не в тот день, или собрались в период обнуляции по нумерологии? Где-то 40-55%. То есть повлияли на невинных, скажем так, по дням. К примеру, семья, дедюшка погибла в авиакатастрофе. У родителей была ситуация, то есть они были на спаде оба, а дети на хорошем периоде. То есть они повлияли на судьбу детей, получается. Нумерология — это наука? Нумерология, да, это древнейшая наука о цифрах именно. То есть вообще нумерология пошла от ведов, можно сказать, и структурировал ее Пифагор. То есть от одного до единицы уже более проще, более наглядно донес нам, можно сказать, как и астрология. То есть астрологию изучают более по звездам, а нумерология, то есть более точная наука, можно сказать. Я, например, женился по нумерологии, я встретил свою вторую половинку. Я знал, что у меня будет в 23 года мой период именно, то, что я встречу любимую женщину. У меня был год тяжелый достаточно. Перевернулся на машине, несколько аварий было, 22 года именно. И те отношения, которые я хотел построить именно с теми людьми, я общаюсь с людьми только по нумерологии, например. Плохие или хорошие. Конечно, с хорошими легко общаться, если хороший человек, например, коды 325, как у вас, например. Спасибо. У меня хороший код. Да, бывают люди с четырьмя шестерками, например, с дьявольской программой, или люди исполнения программы. Слушайте, ну мы же вообще не знаем, мы живем обычной жизнью. Нумерологи живут, получается, по цифрам. Если честно, я даже никогда не задумывалась, что как-то мой день рождения может влиять на мою судьбу, например. То есть это, собственно, не заслуга самого человека, не удачника, он в этом не видоват, либо удачливого человека. Это тоже не его заслуга. Вот родилась Баян, у нее три девятки, да, вот в ее коде? Да, в принципе. Это вообще не моя заслуга, да? Да, то есть человек умеет побеждать. Вот родилась Баян, и есть у нее там в ее дате рождения, ну то есть вы как-то там все это плюсуете, три девятки. Все, победоносный человек. Что бы она ни делала, то есть какую бы сферу она ни выбрала, телевидение, здравоохранение, образование, она в любом случае была бы все время победителем. Получается так? Кроме финансов, кроме финансовой сферы, сферы, конечно, чтобы... То есть финансами у Баяна Максатовны проблемы? Да, нужно родиться бухгалтером, либо главным бухгалтером, либо генеральным директором компании. А как же вот объяснить успех Баян? То, что у нее... У нее же есть деньги. Она достаточно усидчивый человек, она очень хорошо в школе училась, скорее всего, и она может долго и терпеливо идти к своей цели. Она человек самодостаточный достаточно, у нее харизматичный, уверенный в себе, сильный стержень. Несмотря на то, что вот не хватает какой-то цифры, да? Да, но то есть упорством и трудолюбием можно все равно этот пробел как-то, скажем, заполнить. Да, конечно. В жизни я вообще верю в работу. То есть без работы как бы ничего невозможно создать в жизни своей. Ну вот, допустим, придет к вам человек, посоветовал друг, у него цифры, ну, совсем неважные, он не главный бухгалтер, у него нет девяток, у него нет ничего. Вот, ну, прям совсем все печально по цифрам. Вот что вы можете ему посоветовать? Он хочет вырасти, он хочет отдачи от работы, он хочет хорошо зарабатывать, он хочет быть счастливым. А у него код неудачника. Можно направить его именно на такую, можно сказать, стезю, чтобы он занимался именно своим делом. Потому что по нумерологии наглядно видно то, что чем человек должен заниматься. Если это код врача, например, бывает многие врачи приходят, я говорю, вы врач от бога. Она говорит, да, я на самом деле открываю сейчас свою клинику, да, ситуация, женщину, например. Или код преподавателя. Вроде бы не высокоплачиваемая профессия, а все равно человек востребован. Тренинги проводят параллельно, какие-то курсы повышения квалификации. В институте там на кафедре заседают. То есть получается, если человек правильно выполняет свой код, то его ждет успех. Да, конечно. То есть если это врач, если это телеведущий, например, знак прогресса, человек, который несет прогресс. У меня код рекламы. И мне что, в рекламу идти? Нет, у вас код, чтобы у вас успех, деньги, карьера, личная жизнь получалась, у вас именно код рекламы. А вообще у вас 325 – это код социума. Человек, который рожден, чтобы что-то отдавать в социум, в социальную сферу. Плюс второй знак, тысячный знак, вы не средний человек, вам среднего пути не дано. Либо наверху, либо внизу. Вам все время нужен карьерный, личностный рост, курсы повышения квалификации, самообразованием заниматься. Вы не сможете быть обычной домохозяйкой. Вам все время нужно работать. Как минимум на двух работах, да. И вы человек десятки. То есть вам это бизнес. То есть первый знак социумом, второй бизнес. Скажите, а вот те женщины, которые являются домохозяйками, их, собственно, устраивают, да, вот сижу дома занимаюсь. У них код домохозяйки? Да, бывают многие моменты, которые приходят ко мне, вот, например, на прием. Многие домохозяйки, в целом они преуспели. Именно в работе, в доме. То есть они выполняют основную свою функцию. Вот я всегда на консультациях говорю, у мужчины два пути, да. Выбор жены и выбор профессии. А у женщины делать мужа самое основное. Только Богу будет она желанна только через мужа своего. Дискриминация и в нумерологии в том числе. Делать именно мужа. В два раза меньше путь. Один путь единственный. Делать мужа. Делать мужа. Никакой профессии. Будет желанна только через мужа своего. А как это вообще поднять? В смысле, не занимайся собой, занимайся мужем только? Нет, конечно, не нужно забывать о себе. Каждый человек, конечно, индивидуальность, личность. Но на первом плане для женщины, как, например, в Арабских Эмиратах, на первом месте должен быть муж. Для всех четырех жен, в принципе, должен быть муж. Да, можно сказать. Ну, я не знаю. Это, конечно, может быть и правильно, но слушая различных психологов, которые бывали в нашей студии, они как раз-таки говорят, что человек по-настоящему счастлив не только когда он дома, с семьей, с детьми, с мужем, но когда он еще и самореализацией занимается. Самореализацией. Насколько мы бы с Баян были бы счастливы, если бы мы сидели только дома, и вот имея все наши цифры, да, и вот в заперти, и ты на кухне. То есть были бы мы так гармоничны сейчас? Нет, вы не смогли бы тоже сидеть дома. Я же вам уже говорил ранее, то есть вы не средний человек. Это 28-10, вы носитель тысячного знака именно. Вам среднего пути не дано. Либо наверху, либо внизу, либо все, либо ничего. Если вы перестанете развитие, перестанете работать, наоборот, вниз пойдете. Говорите, я женился по коду, по нумерологии. А чувства, а любовь? Ну, я и влюбился сразу, я как встретил с первого взгляда и влюбился в человека. И только потом оказалось, что это ваш знак. Да, у меня был просто тяжелый период. Я встречался со многими, можно сказать. Ну, искал, то есть искал девушку и знал, что 23, вот у меня будет брак. И я вот встретил, встретил свою будущую супругу. И в целом я уже сколько, 7 лет живу. И что, у вас не бывает конфликтов? Нет, бывают, конечно, конфликты, как и у всех, и везде. Но в целом отношения можно скорректировать. Самое главное, зная, что никуда не денешься. То есть в нумерологии и брак предопределен. То есть прямо по вашим цифрам вы должны были жениться в 23 года. То есть каждый человек в определенное время должен жениться. Да, у каждого. И он может совершать ошибки, то есть он может ошибочно жениться. Да, бывают периоды нулевые, когда... Человек теряется. ...период, человек находится на энергетическом спаде. Именно попадаются не те люди, которые... Бывает роковая связь, например. Если мужчина начинает заводить отношения на стороне и находит эти отношения, если женщина, например, попадается неблагоприятно, который влияет через некоторое время, это приводит к разводу. Например, ситуация бывает. А вообще вот, зная эту науку, наверное, легче жить тогда, да? Ну да. Как вам живется? Когда знаешь наперед, знаешь людей, как с кем общаться и кто на что способен, тогда намного легче. Ну, конечно, я в целом обычный человек, нету ничего такого. Ну, на работе вы же работаете? Да, на работе... На работе пользуется вот вашими знаниями ваш руководитель? Да нет, в принципе, как бы... Не просит разложить будущее на год, на неделю, на месяц? На работе я как бы на работе, ну, в смысле... У вас какая работа, вы кто по профессии? Выполняю, я экономист. Экономист. То есть вы экономистом работаете? Да, ну, не совсем по специальности, по аналитической части работаю больше. Но, конечно, если связывать нумерологию с работой, тогда бы это была бы не работа, можно сказать. Ну, а как же, вот ваш руководитель, ваш шеф, зная, что вы обладаете такими уникальными знаниями, вы сын известного нумеролога, наверняка он пользуется? У меня есть еще дополнительная параллельная работа, где вот я именно работаю, либо консультирую многих первых руководителей компании, кого брать на работу, кого не брать на работу, кто ворует, кто именно способен на низкие поступки, кого понизить лучше в этот период, на кого зону ответственности меньше возлагать в этот период, да, в определенный. То есть можно регулировать, но в моей личной работе как бы нет такого, чтобы все строилось только на нумерологии. Самое главное в жизни правильно себя вести нужно, ну, то есть какие-то моменты не обманывать, например, то, что... То есть человек расплачивается за свои грехи в своей же жизни? Да, вот можно сказать так. А когда он отвечает за свои грехи? В конце жизни, в определенные моменты? Да, закон кармы бывает, то есть бывают именно нулевые периоды, когда человек расплачивается вот в эти сложные... Ну, вот расплачивается за свои неправильные поступки, можно сказать. Бывает немножко позже, в середине жизни, например, после 40-42, например, приходит это. То есть если ты берешь деньги нечестно, не заработанно, ты в любом случае за них ответишь, да? Да, конечно. Или за это ответят твои дети? За все в жизни нужно платить, по сути. За все в жизни. То, что человек делает, именно он должен понести какую-то цену за это. Рано или поздно. А если человек согрешил и сожалеет об этом, как ему искупить вину до того, как его наказали? Ну, это больше, мне кажется, к людям духовным, которые... ну, к мулам, например, или... Молиться? Да, можно молиться, в принципе, и духовной практикой можно очиститься. Скажите, вот вы сказали, что нумерология – это точная наука. Когда она зародилась, кто ее придумал? Вы сказали, веды. Где, в какой стране, как это все рассчитали. Это же математика реально? Да, это математика, более точная наука. Ну, примерно где-то в 1855 году. А где вы этому учились? То есть это и науки же где-то обучают? Я жил в Индии, более полтора года закончил институт буддизма и диалектики. И в Тибете именно школа Далай-Ламы, его святейшество Далай-Ламы. И еще прошел курс именно Минхенской академии парапсихологии. То есть в Минхене есть целый факультет, закрытая школа нумерологии, астрологии, хирологии, то есть магии, например. Вот эти... Факультет магии даже есть? Окультные науки есть именно там. Интересно. Давайте посмотрим наших известных людей. Я вижу, вы взяли калькулятор с собой. Может быть, вы скажете, вот в чем успех Кайрата Нуртаса? Ну, Кайрат Нуртас, его программа... Так, сейчас, минутку, извиняюсь. Кайрат Нуртас, 25 февраля 89 года. 89 года? У него код 369-325 тоже. Как у меня. Как у вас, похоже. Вообще он великий труженик, он достаточно неуверенный в себе человек. Как правило, бывают люди кармичные, когда недостаток единиц в жизненной программе, он именно носитель одной единицы в жизненной программе. И без семерок они бывают скептиками, немножко неуверенные. Он именно добивается своих целей в жизни. И второй код, ментальное тело, то есть он правильно выполняет свою программу. Ну, в смысле, работает в социальной сфере, отдает что-то. Он именно рожден, чтобы отдавать. То есть он рожден быть звездой? Да, можно сказать так. А у нашего президента какой код? У нашего президента то, что заканчивается шестерка, это из одной группы цифр именно 156. Тоже знак власти, то, что заканчивается именно шестерка. Первый знак прогресса 279. Он тот человек, который несет прогресс, который, на самом деле, оставляет для себя большой след в истории. И второй знак, именно знак власти. То есть таких типажей в нумерологии три. 156, 246 и 336. Прирожденные, да, политики? То, что власть дана, именно это не просто так. Каждая власть, как говорится в священном писании, дана от Бога. А есть в политике случайные люди? Ну, я еще в своей практике, как бы, то, что я проводил, именно анализ, я еще мало встречал таких людей. То есть в основном это люди, которые находятся в парламенте, в правительстве. Это люди, которые именно по коду там. Да, то есть именно люди власти, денег, финансов, силы. Скажите, а можно тогда зачать будущего президента? Вот, допустим, я захочу родить ребенка, приду к вам, скажу, и попрошу вас. Пожалуйста, мне вот по цифрам нужно, чтобы я родила Абрамовича или будущего президента с кодом власти. Можно предугадать, скажем так, рождение ребенка и его будущее предназначение? Ну да, многие женщины приходят ко мне, когда ситуация именно подворачивается. То, что если рожают естественным путем, это естественно лучше намного. А если кесарое сечение, то можно подрассчитать именно благоприятную дату. То есть если мне дадут, например, месяц, я подрассчитаю, чтобы был ребенок волевой, например, чтобы у него показатели здоровья были в норме, расчет был, чтобы он хорошо учился в школе. То есть знак счастья был, удачливый достаточно. В целом можно скорректировать. Вот мой сын, например, когда планировали именно ситуацию родить ребенка, я говорю, я такую же хочу, ну я сказал себе, я хочу такую же дату, чтобы как у президента было. 156, да. И мы подрассчитали именно 18 октября 2012 года, да. И подрассчитали. Это было кесаревое сечение. 156, да, это было кесаревое сечение. И дочка тоже родилась. То есть вы ради этого сделали кесаревое сечение? Нет, это просто ситуация такая. То есть когда врачи говорят, то есть по-другому никак. По-другому никак. И пришлось, конечно, подрассчитать. Интересно, как вы объясняли врачам? Вот нам нужно именно в этот день. И днем позже. Мы просто сказали, нам нужно вот в этот день, именно 18, не днем позже. Слушайте, ну там же нужно ждать тоже каких-то медицинских показаний. То есть там все равно ребенок тоже должен быть готов. Не, ну примерно сказали нам месяц, месяц октябрь. И мы выбрали дату. Я просто сел и выбрал дату, например. Руслан, если человек хочет начать бизнес, да, там в определенной сфере, новый бизнес, он может прийти к вам и сказать, вот сейчас начинать или чуть позже? Да, конечно. У каждого человека существуют периоды спадов, периоды падений. От чего это зависит? Периоды Луны и Солнца. Это зависит от жизненного кода. То есть это если глубже смотреть, намного не общую техническую характеристику, как по номерологии, а именно периоды. Периоды бывают благоприятные, бывают периоды, когда... Периоды замужества, например, периоды беременности, периоды, когда человек приобретает жилье, периоды, когда становится знаменитым, да, то есть признание приходит к нему. Слушайте, ну даже сложно так жить. Вот я смотрю, да, сегодня так, сегодня у нас 6 июня, что мне делать? Так, сегодня спад, ничего не делаю, не выхожу из дома. Так, 7 июня, подъем, так, можно что-то делать, выхожу, да? А у меня работа, я не могу сидеть, то есть ждать. Нет, можно. Ну, то есть какие-то вещи, что вот как это жить? Ведь мы же живем обычной жизнью, и мне кажется, это так классно, когда ты живешь и не задумываешься. Плохой, да даже если плохой будет сегодня день, да даже если будет плохая погода, ты живешь, и вот Богом дано тебе улететь сегодня, дано. Ну, опоздал на самолет, ну, опоздал. Ну, с одной стороны, это же хорошо не заморачиваться, да, на эти темы. Ну, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, когда человек, например, ну, да, вы правильно говорите, то, что можно жить легко и не задумываясь ни о чем. А вдруг ситуация, смотрите, простой бизнесмен, вроде бы 5 лет хорошо у него шло, и тут спад, да, одна сделка не проходит, вторая сделка не проходит, там должен, здесь должен. И он не может понять, что происходит. Да, и он не может понять, что происходит. Это, отталкиваясь цифр, можно объяснить, почему это. Не с теми людьми, например, контактировал, да. Там люди подвели, здесь партнеры не так себя повели, например, ситуация. То есть, почему это важно знать заранее, чтобы быть к этому готовым. А дату смерти вы тоже можете предсказать? Да, можно по нумерологии предугадать, примерно дата на 3-4 дня, можно ошибиться. Это ужасно. Что, и год можно? И год, и месяц именно. Хорошо, скажите. В смысле, допустим, если к вам приходит молодой человек, допустим, 20-летний, вы видите, что через 3 года у него знак смерти, вы... Нет, об этом нельзя говорить. То есть, вы не говорите? Это, как бы, основное правило, можно сказать, нашей профессии, то, что об этом нельзя говорить. Значит, вы и свой знаете? Ну, я не рассчитывал, честно. А, вы просто не рассчитывали. Слушайте, ну вы же мне сказали, что я долгожительница. Да, у вас 16-й полноценный... Если сказали, значит, все нормально, да? Да. Так что привет. Долгожителям. Руслан, мне вот интересно. Вы владеете этими знаниями сколько лет уже? Лет 13. Уже лет 13. Вам же еще 30-ти нет? Да, 29. Ваша мама известный нумеролог. Я знаю, что в России буквально каждый второй артист ходит к вашей маме. То есть, это ваша мама вас заразила, можно сказать, в нумерологии, или же это вы сами к этому пришли? Ну да, я в свое время, когда мы вместе с мамой обучались, я немножко был молодым и не осознавал всю ценность данной профессии. А когда именно пришла работа, когда я начал видеть плоды своих трудов, когда результаты, когда отзывы, например, или люди пишут слова благодарности, и самая большая ценность, то, что именно слова благодарности, вот спасибо, вот вы мне сказали, и у нас получилось так, или вы говорили то, что не стоит, например, ввязываться в то или иное дело, именно, то есть, тогда чувствуешь себя реализованным. Скажите, а вот существует еще код убийцы, код преступников, наверное, тоже существует. Я так понимаю, что они просто рождаются под этими цифрами, поэтому они могут взять спокойно нож, пистолет и не испытывать грузы несовести по этому поводу, или как? Да, бывают такие люди, исполнение именно программы зла, которые люди способны на низкие поступки не осознавать. А как часто они рождаются? Переступят и пройдут. Ну, это тяжело сказать. Ну, допустим, к вам пришла мама с сыном или там с дочерью, у него код убийцы, допустим. Я говорю, таким образом нужно... Каким образом можно поменять все это? Да, его нужно корректировать и таким образом воспитывать. Например, если приходит ко мне ребенок, если видно ребенка, что он азартный, его подальше от азартных игр, от мультфильмов, например, от каких-то игр, потому что в дальнейшем он может вырасти картежником. Ну, кстати, вы сказали, что у меня такая цифра присутствует, что я очень азартна. На самом деле я не знаю, как играть в карты, вообще, что они означают. Я же самые простые... Ну, скажи, у тебя же был азарт, когда вот Жанар Дугала выступала на Тирквижн. Это же тоже своего рода азарт. Нет, у меня именно код картежницы. Нет, вы азартной можете в работе быть, азартной в хобби быть, азартной в делах каких-то быть. Это не обязательно картежник. Это картежник, конечно... Может быть, ты была бы... То есть, если бы я пошла в казино, я бы была бы, ну, как бы, неплохим игроком, да? Да, вы бы хороший результат показывали. Хороший результат показывал? Хороший результат показывал в игре. Это интересно. Мальчик, я с тобой иду в казино. Ну, это здесь так же категоричности не может быть. То есть, бывает, это нужно смотреть еще фактор воспитания, например, 30% на человека ложится, его окружение, его родители, с кем он общается, например. Ну, допустим, если уже по ребенку видно, что он недостаточно благороден, недостаточно честен, например. Ну, их сразу видно, они там, я обидничаю, там, еще что-то, секретов им каких-то там не держат. Ну, это же дети всего лишь. Ну, в принципе, уже можно определить, что человек, который способен завтра предать. Да, ну, можно его в спорт отдать, например. Спорт развивает благородство в человеке, дисциплину, например, какие-то определенные качества можно развить. То есть, в принципе, есть это результативно, если ты занимаешься ребенком и меняешь какой-то код. Но вы сказали, что невозможно поменять дату и невозможно поменять код в начале нашей встречи. Можно скорректировать в целом, потихонечку, даже если знака богатства, например, нету в человеке, он может потихоньку наработать этот знак богатства, либо окружить себя этими людьми. Если бизнес будет бизнесменом, например, нету шестерки, нету расчета, он может окружить, ну, вот как Дерипаска, например, окружил себя людей с большими шестерками. Руслан, давайте поговорим о общих теперь вещах. То есть, понятно, что у каждого из нас есть код, есть дата рождения, есть определенный код, есть цифры, которые там приносят им удачу и прочее. Вы можете сейчас порекомендовать как нумеролог, в какое время нам нужно что-то начинать, в какое время уходить в затишье, если, то есть у нас же есть день рождения, от которого мы можем там плясать, да? У каждого человека год начинается от дня рождения до дня рождения именно. И то, что цикл меняется перед днем рождения за 13 дней тяжело. 13 дней до дня рождения? 13 дней до дня рождения и 13 дней после рождения, после дня рождения. То есть, вот эта цикличность именно меняется. А если человек идет к сложному периоду, именно к сложному периоду за каждый день бьет, как за каждый месяц, можно сказать. А когда наступает сложный период? Тяжело настолько, ну, когда, к примеру, к нулевому периоду идет. А что такое нулевой период? Нулевой период – это именно период, когда нельзя вкладываться, например, в бизнесе, нельзя… Нет, а какие-то года, в 20, 25 лет, 30? Ну, для каждого человека нужно рассчитывать индивидуально, например. У каждого ноль свой, бывает три нуля в жизненном коде, например. До 42 жизнь кипит, после 42 достаточно ровная такая на спать. То есть, если взять, например, группу, ну, кто в 80-х был знаменит, там, «Ласковый май», да? То есть, до определенного возраста они были известны, популярность, да, слава. И что, у всех троих были нули? Ну, примерно, если посмотреть, я просто пример привожу. Ну, вот бывает именно три года хорошо, три года сложный, да, три года хорошо, три года… Черная-белая полоса, черная-белая полоса. Да, три года сложный. Скажите, а вы смотрели, почему так рано ушел от нас Баттер? Да, я посмотрел, Баттерхан Шукенов, 18 мая… 62-го года. 62-го года. Можно я дать? Да, да, да. Так, жизненный код 176-580. 52-го года он был на восьмерке, и получается, за полгода, с ноября месяца, с 18 ноября 2014-го года, он уже входит в эту программу. То есть, человек входит в эту программу за полгода. Программа обнуления? Да. Что такое программа обнуления? На период, когда может случаться авария, несчастные случаи, крах в карьере, потеря близких, в бизнесе проблемы начинаются. То есть, когда человек может попадать в тюрьму, когда человек касается тюрьмы или с ума. То, что касаемо Баттера, его жизненный код 176-580, 52-го года он был на восьмерке, а с восьмерки у него падение шло 53 года на ноль. В этот ноль он вошел за полгода до нуля. Хотя, насколько моя мама Клара Куздимбаева общается с Баттером, в ноябре месяце 2014-го года он уже вошел в эту программу. Он знал об этом? И вообще, период, когда нужно было заниматься своим здоровьем, сделать обследование в начале года, после дня рождения, либо с нового года. Сумасшедший ритм немножко повлиял, вот эти постоянные перелеты, постоянные стрессы, то есть съемки. И буквально год назад он делал обследование, то есть он умер, получается, от сердечного приступа, от инфаркта. И буквально год назад он делал полное обследование, свое полное обследование, и ему выявили то, что у него с сердцем абсолютно проблем нет. И его директор подтвердил, Руслан, то, что у него сосуды, как у младенца. То есть он до конца был уверен, что у него со здоровьем все в порядке. Видимо, вот этот, то, что он был на энергетическом спаде, когда человек идет именно к нулю, человек находится на энергетическом спаде. Он не человек бизнеса, например, да? Если человек бизнесом занимается, у него, получается, проблемы в бизнесе, то он все может терять. То есть эти проблемы могут куда-то уйти в бизнес? Да. Если человек больной, например, у него начинаются какие-то операции, какие-то серьезные, то есть проблемы по здоровью. А тут, как получилась, ситуация внезапно он ушел. И что самое интересное, год назад Кожета, финалистка битвы экстрасенсов, предсказывала тот момент, что у мамы будет в этом году потеря близкого человека. То есть она думала, что это ее друг в Москве. И она его контролировала, каждую неделю ввела именно. У него на самом деле сложный период был, там, 13 в луне. Мама ошиблась, да? Да. И тут она думала, что именно этот человек. И до конца не осознавала, что молодой, здоровый мужчина, 52 года, что такое 52 года, возраст им может вдруг уйти. А именно Кожета предсказала, то есть в 2015 году потеря близкого человека, то, что будет сильно переживать именно вот этот период. То есть мы до конца не знали то, что может быть такое случится. Это удивительно, потому что я раньше вообще этому всему не верила. А это не программирование случайно, когда человеку говорят, вот в этом году ты купишь себе квартиру, да? И человек начинает как-то собираться, деньги собирать. Он же думает, ну вот мне же предсказали, это же тоже своего рода как-то программирует человека. Ну не знаю, когда у человека ритм обычный идет, без особых каких-то изменений, и вдруг тут с неба падает то, что после вот этих слов какая-то результативность, да? Начинается работа, дополнительные наработки, и потихоньку он достигает своей цели. Мне кажется, это не просто так, и многие моменты оно может тоже предсказать. А бывает код алкоголика, наркомана? Ну нет совсем кода такого алкоголика, есть код, который человек, который может спиться. То есть, например, если пятерки нет, человек никогда не подвержен, то есть, что он может спиться. Он хоть сколько может выпивать, например. То есть, если у человека есть пятерка, он никогда не станет алкоголиком? Нет, если нет пятерки, наоборот. Если нет пятерки, он никогда не сопьется. А пятерка это что? Пятерка это сердечность, душевность, чувствительность именно. А если большая доминация пятерок, тот человек именно подвержен. А у нас есть пятерки? У вас есть пятерка. 325. Одна. Нет, у вас одна. А у меня? А у вас нет, вы не подвержены. Вот, поэтому я совсем не умею пить. Вы тоже не подвержены, потому что бывают люди творческие, которые великие умы или великие, например, ну вот кто связан именно с творчеством, которые что-то именно внесут в общество, они могут. А если у человека три пятерки, ему вообще запрещено пить, получается? Да, три пятерки нежелательно пить. Три пятерки. Скажите, а есть код святого человека? Вот есть же у нас при жизни люди, которые признаны святыми. У них тоже код святых? Какой был код у матери Терезы, например? Четыре пятерки. Четыре пятерки. То есть это превалирующее число сердца, души, души. Да, настолько была сердечным человеком, что больше она думала о других. А вот люди, получается, мать Терезы, у нее четыре пятерки, да, вы говорите? Махат Магадди, четыре пятерки. Эти люди же рождаются буквально раз в столетие, да, там. Не обязательно, в принципе, в нашем обществе, среди нас есть тоже такие люди. Но они просто не реализовываются. Глобальных. Да, не реализовываются, как, например, Махат Маганди. Но они просто не знают о том, что у них такой код, да? Скажите, а человек с низким интеллектом, это тоже какой-то код? Ну, прямо вот совсем. Здравствуй, как дела, до свидания. То есть с человеком, которым совершенно не о чем поговорить, это человек с низким интеллектом. Это тоже какой-то код? Да, это в жизненном коде именно прописано. То есть он никогда к вам не попадет, ему никогда не узнают, что такое нумерология, ему никогда это не будет интересно. И в принципе его устраивает, ну, как бы его такая... Да, его уровень. Его уровень. Это какой код? Ну, бывают такие люди, которые именно в жизненном коде не достигают тройки. То есть до тройки, вот тройка это максимум, потолок. Да, тройка. Один, два, три, один, два, три. Да, один, два, три, один, два, три. И не выше, да? Именно ситуация. То есть, допустим, в Индии превалирующее количество людей, которые живут с очень низким уровнем жизни, да? И это значит, в Индии превалирующее число людей с низким кодом, без троек, которые не дошли до тройки? Я просто там была, мне это очень впечатлило, что очень много бедных, нищих и с таким достаточно низким уровнем. Ну, не обязательно. У них больше кастовое преобладает такое. Если ты родился в низшей касте, то ты не сможешь пробиться в люди, например, как у нас. Ну, это тоже код. То есть, даже если там у тебя три девятки, но ты с низшей касты, это бесполезно. То есть, человек даже не пытается. Да, человек, то есть, не пытается. Это уже как на уровне закону уже прописано, что ты не должен, что ты родился бедным, ты должен быть бедным, да? Например, если ты родился брахманом, к примеру, ты должен быть, работать в политике, да, быть депутатом или прочим политиком, министром, к примеру. То есть, быть звездой, достаточно человеком отдающим. А тут, получается, ситуация, это именно проблема расовой касты. Это нельзя говорить так. Есть, конечно, среди них очень талантливые люди. Есть очень духовные. Индия сама по себе очень духовная страна. То есть, там чувствуешь уже, туда приезжаешь и начинаешь забывать о материальном. То есть, даже если в сам Тибет приезжаешь, там такая обстановка, отмоленная земля, можно сказать. Люди сутками молятся, и тебе ничего не нужно. У Александра Винокурова какой кот? У него кот спортсмена. В принципе, такой же типаж, как у и Головкина, и Серика Сапиева. То есть, Илья Алин, Головкин, они все выполняют свою программу. У них у всех кот спортсмена. У них три четверки? У них правильные типажи. Нет, 224. Слушайте, удивительно. То есть, получается, олимпийскими чемпионами становятся по коду, опять-таки. Да, на самом деле, вот когда человек выполняет то, что я ранее говорил, именно выполняет свое правильное предназначение, свой правильный код, если у него прописан код спортсмена, он будет успешным хоккеистом, будет успешным футболистом или боксером, например, или теннисистом, к примеру. То есть, для этого должно быть именно предназначение такой силы. Но бывают и люди другие, другого склада, например, который добивается. То есть, много работают, много отдают. То есть, вопреки своему коду, все равно можно добиться успеха? Да, конечно. Ну, конечно, если человек рожден с кодом спортсмена, естественно, у него спорт будет легче идти. Или рожден с техническим складом ума. Он идет экономистом и бросает работу. То есть, нужно прислушиваться себя. Да, нужно больше слушать свою интуицию, слушать себя. Многие люди так и делают. Они прислушиваются и потихоньку находят себя. Бенечка, в казино с тобой пойдем? То есть, вы мне гарантируете, если я пойду в казино, я буду выигрывать огромную сумму денег? А я же приношу удачу, и мы тогда вдвоем точно можем. Вы с годами можете наработать именно вот эту тактику, как выстраивать. Ну, я думаю, что здесь другой азарт. Азарт к жизни у Баян, мне кажется. Вот она делает проекты и, возможно, где-то рискует. Но есть азарт победить. И вот, наверное, поэтому еще и девятки присутствуют. Вот, кстати, отсутствие страха, риска. Это какая цифра? Это какая цифра? А отсутствие риска? Я абсолютно не боюсь рисковать. Да, потому что у вас доминация четверок, три четверки именно. Вы очень смелая. Вы, наверное, в детстве часто дрались, да? Нет, я совсем не дралась. В школе. Я была страшной трусихой, и до сих пор трусиха. Я все отдам, лишь бы не били, наоборот. Но духом я сильная. Духом сильная. Вот именно бывает, когда с доминацией четверок, если мальчики, например, они часто дерутся, они влезают в какие-то трудные дети бывают в детстве, да? Ну, это то, что четверки именно большие. Четверки и семерка есть, беспечные. Вот Динара, она больше осторожный человек, потому что семерки нет. Если ситуация видит риск и видит ситуацию, то она никогда не полезет. Руслан, спасибо большое, что пришли, просветили нас. Это действительно очень интересно. Тем более, что я, например, вообще за всю свою жизнь, наверное, впервые обращаюсь к нумерологу. Узнала какие-то цифры, узнала себя. И самое главное, да, даже не обращаясь к нумерологу, я знала, что главное, конечно, для каждого человека – это найти себя. Когда ты правильно выполняешь код, как бы вся вселенная тебе помогает, да? Да, можно сказать, да. В общем, резюмируя программу, каждому из нас не лишний хотя бы раз в жизни сходить к нумерологу и узнать себя ближе и точнее, скажем так. А я благодарю нашего официального партнера – салон мебели «Люссо». Всего доброго, увидимся через неделю. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканово, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. «Люссо» – это роскошь, достойная вас.